Добрый день, коллеги! Добро пожаловать на подкаст! Сегодня у нас 28 августа, окончание 34 недели торгов. Потихоньку мы закрываем лето и выходим из исторически слабого месяца, переходим в сентябрь и переходим в 35 неделю торгов. 34 неделя на самом деле была довольно-таки неплохой до того момента, как не вышел в эфир Джером Пауэлл, представитель ФРС, и не брякнул то, что он сказал и обрушил, по сути, индексы широкого рынка. Это было неприятно, непонятно, зачем он это сделал. По сути, это было похоже за борьбу за эфирное время. Мы на Уолл-стрит сидели и думали, на кой черт он вообще вышел и начал что-то говорить. Он ничего нового, конечно, не сказал, и мы все ожидали, что ставки будут закручиваться, и ставки будут бить по экономике. Но почему-то он решил выделить это красным маркером и сказать, что никакой мягкой посадки не будет, все будет очень плохо, жестко и все это дело сейчас обвалится и будет всем крайне больно. Для чего это было сделано, непонятно. Может, кто-то из его друзей шартит рынок и попросил его обрушить рынок, чтобы он заработал на этом. Черт его знает, но это все очень неприятно, потому что часть доходов наших все-таки съели. Мы не ушли в убыток, но не заработали столько, сколько хотелось бы заработать. Давайте поэтапно пройдемся по рынку. Прежде чем мы начнем, я хотел бы напомнить о том, что вся представленная информация ни в коем случае не является индивидуальной ценой рекомендации и предоставляется неограниченному кругу лиц, исключительно в целях самообразования и ознакомления. Итак, вернемся на рынок, пройдемся по нему. И что мы увидим? Что действительно риторика ФРС говорит о том, что до этого все, что они озвучивали, это было неправдой. И инфляция не была временной, она не была контролируемой. И экономические процессы тоже были неконтролируемы. И сейчас они признаются в том, что все это выходит из-под их власти и превращается в некое такое инферно. И все, что говорили на Wall Street, по сути это сбывается. Сбывается то, что будет очень плохо, никакой мягкой посадки не будет. На это рынок и отреагировал резким падением. На самом деле, с другой стороны, нам непонятно, почему рынок так отреагировал. Потому что одновременно с тем, что говорил ФРС, нам было абсолютно понятно, что ничего хорошего в том, что они говорят, нет. И то, как они озвучивают, не случится. Поэтому почему была такая резкая реакция, непонятно. То есть, это как будто, если бы вы записались к стоматологу, и вы не любите стоматологов, и вам звонят из стоматологии, напоминают, что у вас будет прием, и вы еще раз этого боитесь, будто вы первый раз об этом узнали. И, ну, это выглядит глупо. И то же самое здесь. Как бы все понимали, куда все это идет. Но когда им еще раз об этом напомнили, рынок взял и обвалился. По сути, рынок вел себя примерно так. До выступления Пауэлла все было более-менее нормально. После выступления Пауэлла все обрушилось и пошло в красную зону. Опять же, повторюсь, не знаю, для чего он это сделал. Непонятно. Видимо, действительно, есть какие-то инсайдеры, есть какие-то личные интересы. И он решил просто шартануть рынок себе на выходные, поднять денег там, не знаю. В любом случае, исторически мы находимся в крайне слабом месяце, августе. И все это дело будет продолжаться, опять же, исторически до октября. И потом, возможно, начнется ралли, который продолжится до следующего года. И в первой половине следующего года опять все обвалится. Это то, что если мы будем смотреть на историческую картину. Спасибо Ивану за показатели инфляции. Инфляция во всем мире растет, растет разительно. Это не так, что где-то она заметна, где-то незаметна. Она заметна везде, она везде бьет по кошелькам. И она продолжает расти. И от этого никуда не деться ни ребятам из Азии, ни из Европы, ни из США. Это повсеместная такая история. И каждый борется с этой инфляцией как может. В целом я опубликовал очень длинную статью. Если вам не лень, можете почитать. И если вы прочитаете, вы точно поймете, что происходит на рынке ценных бумаг и куда вы движетесь. И так вы сможете правильно настроить ваши стратегии. Правильно выбрать те или иные активы. Чтобы, как я всегда пишу, держаться верно у курса. Неделю, как я говорил, закрыли мы падением. Но внутри недели выросли такие направления, как китайский интернет. Такие, как обслуживание нефтяных компаний. Нефтянка, энергетика. Все эти ребята очень неплохо выросли. Добыча металлов и так далее. Кто упал, это ритейл, технологические компании, блокчейн упал, семикондукторы и так далее. Но не сказать, что тот же биткоин упал. Потому что он пришел на уровень 20, где он уже был. И я уже неоднократно говорил, что 20 это ключевой уровень, который не хотят отдавать игроки. Видимо, там сидят большие игроки, которые контролируют этот уровень. Это что касается американского рынка. Что касается российского рынка, здесь я пока что не видел ничего интересного. Единственное, что я вижу, что наращиваются отношения с соседями, наращивается товарооборот с дружественными странами. И плюс я вижу, что пытаются каким-то образом разморозить все те деньги, которые были заморожены внутри акций американских. Пытаются с этим как-то работать. Возможно, этот вопрос как-то решится. Очень хочется, чтобы этот вопрос решился. И людям вернули все-таки их средства. Посмотрим. Время, собственно говоря, покажет. Каждый сейчас решает то, как он может. Что касается наших стратегий, у нас дейтрейдинг показывал себя чуть слабее, чем стратегии на несколько дней. То есть свингтрейдинг. То есть свингтрейдинг у нас был в лидерах. И были очень неплохие показатели внутри большинства бумаг, которые были опубликованы. И я остался абсолютно доволен неделей, потому что, несмотря на бездарное поведение ФРС, удалось заработать двухзначную цифру внутри такой кошмарной недели. И это очень неплохо. Что касается следующей недели, давайте сходим в наш лист наблюдений, и я покажу, что мы будем подбирать и с чем мы будем работать. Во-первых, у нас появился новый список от ребят из ЗАГС. Я его тоже проанализировал. Не взял все бумаги, только некоторые. И сейчас покажу, кто, собственно говоря, остался. И пройдемся по всем нашим листам наблюдений. Итак, у нас листы наблюдений, которые я начал показывать, начинаются с 33 недели торгов. Что мы видим? Что эти листы, они сокращаются и меняются. Сначала у нас было 13 бумаг. И что с этими бумагами, собственно, делать? На самом деле, текущая ситуация никак не ломает эти графики. И графики себя чувствуют очень неплохо. То есть, вот с момента открытия данного листа наблюдения, 13 августа, бумаги себя показывают крайне неплохо. То есть, если вы посмотрите, они показывают хороший рост. Есть бумаги, которые себя еще не отработали, никак не показали. И мы их убрали отсюда. То есть, их больше нет в листе наблюдения. Но большинство бумаг, они свои графики не поломали. Они все еще борются за важные уровни. И поэтому они переходят из одного листа наблюдения во второй лист наблюдения, в третий. Но эти листы сокращаются по мере перехода из одной недели в другую. Из 33 недели, какие были интересные графики, которые остались дальше? Это GEO, это SAH, CELLS пока наблюдаем, CMT, GPC, FLEX, COM. Я всеми этими бумагами торговал, ел, DISS выпал у нас. Идем в 34-ю. Тут уже осталось 9 бумаг. Все очень сильно поменялось. СММТ выбывает, GLOB пока выбывает, Webber выбывает, OXY выбывает, CLV нет, UNME нет, NVMI остается. Он пролил только реакцию FRS. DNS выбывает, Playa пока что тоже выбывает. 35-я неделя торгов. Итак, кто у нас остался и кто добавился после переоценки в пятницу? Давайте откроем на графиках, чтобы было понятно, почему те линии бумаги остались и по какой причине. ACGL. Хороший уровень вот этот вот. Его видно. Я не буду открывать каждый график, чтобы не растягивать эфир. Вот этот уровень мы будем преодолевать и двигаться дальше. То есть от 46 мы будем идти на 50 и выше. Поэтому вот этот уровень нам нужно преодолеть и дальше будет все прекрасно. AMXL тоже самое. Тоже хороший уровень, куда мы пришли с большим трудом. И хотим его преодолевать и идти на уровень 30-35 и выше. BG, новая бумага. Мы достигли предыдущих максимумов. Немного свалились. Хотим пойти дальше. Это возможно будет некий закреп. BG у нас попал сейчас. Он закрывает GAP. Вернее закрыл его. И скорее всего будем двигаться дальше. Его средний это 20-е, который он не отпускает и будет ее отрабатывать выше. Эта бумага, по-моему, у нас попала от нового отчета ZAGS. CELLS, как я говорил, мы не отпускаем. Она формирует свою ручку от чашки. Пусть формирует. Пусть даже GAP закроет. Нам будет, наверное, так спокойнее. И пока что она вот здесь топчется, вот бьется за уровень 110-111, который я ранее отмечал. CMT. И хорошая бумага, которая хорошо растет. Она преодолела важный уровень и двигается дальше к следующему важному уровню. И здесь по среднему мы видим, что все прекрасно. С ней можно было работать от уровня 9, начиная с августа. И двигаться уже, забрать почти в два раза больше за месяц. ЕДУ, новая бумага тоже, смотрите, пришла на важный уровень. Джером Пауэлл немного нам испортил картину, потому что мы двигались вперед. Но ничего страшного, мы выберемся из этого уровня и тоже дадим хорошие показатели. Поэтому ЕДУ тоже у нас новая бумага, которая попала к нам. Глоб, дабл топ, то есть двойная вершина, которую мы будем преодолевать и будем двигаться выше. Да, был пролив, но здесь есть интерес покупателей, которые будут толкать бумагу вверх. Поэтому она у нас будет в листе наблюдения. Как только мы поглотим данную медвежью свечку, мы пойдем дальше и выше. Тоже прекрасный график, с которым можно спокойно работать. GTHX, тоже бумага, по-моему, от ЗАГСа. Здесь мы преодолели сильнейшее сопротивление. Вот здесь вот. Вот, да, отмечено. Финвизом. Далее почему-то пришли медведи, поглотили все это движение. Но пришли потом покупатели, все-таки выбили, выбили, выгрызли эту победу. И понесли бумагу выше, вот к этому уровню сопротивления и выше. Здесь посмотрим, хватит ли сил. Пока что, опять же, пятница нам картину подпортила. Посмотрим. На VMI, NVMI, мне тут не нравятся объемы, которые дают маленькие свечки, маленький интерес к бумаге. И она, по сути, в таком боковике. Но если она отсюда вырвется, то будет очень интересным. Пятница, опять же, подпортила нам картину, но не испортила график. Oxy топчется на том же уровне. После того, как на слухах она подросла, дальше ей сил не хватает. Я об этом говорил, что нужно, чтобы что-то важное произошло в этой бумаге, чтобы она пошла расти дальше. Пока что, пока что у нее такого желания нет. Пока что она проливается два дня подряд. Начала сдуваться на третий день. Три дня назад она начала сдуваться. Здесь не сильно связано с выступлением Пауэлла. RYTM рисует у нас треугольник. Отсюда он будет вороваться вверх. У них есть интересы. Но мы видим, что здесь были объемы покупателей, которые почему-то потом сдулись. И объемов тут почти нет. Поэтому с этой бумагой надо быть аккуратней. Она может шлепнуться. Но в то же время мы видим, что за прошлый квартал она выросла на 650%. Кто-то мне писал, что есть такая-то бумага, можно вложить тысячу и сделать лототрейд. Мне кажется, лототрейд надо делать на таких важных бумагах, которые дают очень хороший рост. Не надо заходить большим объемом, чтобы не было риска в нем застрять. Но одновременно с этим хочу опять вам показать, насколько простые должны быть ваши стратегии, которые будут вам помогать зарабатывать. Берем средние, 20-ю и 50-ю. 20-е вышло из 50-е. Вы должны были вот здесь, в конце, в начале июля, зайти в эту бумагу на уровне 4 доллара за акцию. Вот, пересеклись они, да? Вот. И вы просто превратили бы ваши 4 доллара в 24 доллара. Огромные показатели. И здесь, опять же, не нужна никакая сложная стратегия, абсолютно простая стратегия, чтобы в 6 раз увеличить свои вложения. В 6. Вот как это работает. Доверяйте вашим стратегиям, и будет вам счастье. Пересеклись. У вас есть правило, что вы должны заходить. Заходите, заходите и держите вашу бумагу, пока она не вырастет, и вы не будете довольны вашим показателем. SAH. То же самое. Мы по среднему видим, что мы должны были заходить на уровне 40, прийти на уровень почти 60. Да, пролил нам немного картину, испортил в пятницу ФРС. Но в то же время, данная свечка не поглотила предыдущую бычью свечку. Поэтому посмотрим, как откроется у нас понедельник. И последняя бумага ЕЛ. К ней есть два вопроса. Первый это объем, а второй это ГЭП, который нужно закрывать. Но также есть третий вопрос, боковик, который мне не очень нравится. Но я за ней пока буду наблюдать. Это наш лист наблюдения на следующую неделю, с которой можно будет торговать и на котором можно будет очень неплохо заработать. И опять же, обратите внимание, что здесь с понедельника нет бумаг. Ну, не со всеми бумагами надо заходить и открывать позиции зарабатывать. Надо будет подождать понедельник, посмотреть, как они себя поведут, выбрать для себя удобный график, прогнать по своему скрипту, которым вы пользуетесь, и начать зарабатывать. Нет в этом ничего сложного. Абсолютно. Вот, поэтому все графики интересные, но глаза тут не должны разбегаться, потому что, повторюсь, что не все сейчас готово для торговли. Это нужно будет еще переварить в понедельник и прийти к какому-то для себя общему знаменателю и начать с этим работать. Вот, у меня на этом все. Я подумаю, как нам продолжат наши встречи регулярные. И напишу вам дополнительно. Желаю всем хороших выходных, держите верного курса. Всем пока.